Пока мы спали, кажется, случилось несколько важных вещей. Ну, во-первых, Путин не умер, чтобы там не писал политолог Соловей и паблик генерал СВР. А во-вторых, мы с вами, кажется, проспали отделение Чечни от России. Ну, метафорическое уж точно. Рамзан Кадыров, как и Путин, скорее жив, чем мертв. Всю неделю всесильный падишах Чечни не сходит с новостных полос. Падишахом, кстати, не я его обозвал, а звезда UFC Хамзат Чимаев. Падишах, да будет доволен тобою Аллах. Выступать за тебя и драться тут нетрудно, но когда ты дашь мне разрешение поехать, я клянусь Аллахом, я поеду туда. Я прошу тебя, дай мне оружие, чтобы я смог поехать в Палестину. Клянусь, я не воспитан в шортиках драться тут. Разве вы, чеченцы, не знаете наше сердце внутри? Я принес присягу верности Падишаху, и если он даст мне право, то клянусь, я поеду и умру. Я не переживаю за свою смерть, так как я переживаю за смерть своих братьев-мусульман. Ну вы поняли, да? От пехотинцев Путина к воинам Падишаха. И это UFC, это главная медийная площадка. А центровой Санторой тем временем снисходительно хвалит бойца за позицию и дарит, что? Ну, конечно же, новый черный гелик. Чимаев с Кадыровым вообще давно знакомы. Звезда UFC, спарринг-партнер сына Кадырова Эли. Да и с самим Падишахом Чимаев подраться успел. В шутку, конечно, но спарринг был. Видно, как жалеет его Кадыров. Что бывает с теми, кого чеченский лидер не жалеет, мы знаем. И как он на головах у людей стоит, мы слышали. И как его сынок Адам уже с тремя медалями на груди избивал Никиту Журавеля в СИЗО, тоже видели. Но пока добродушный, может у стены немного кулаками помутузить. Так, по-дружески. Ну и вообще, Хамзаев для Кадырова хороший чеченец. Отпрыска братом называет, за Палестину топит, старое не вспоминает. Потому что вот как раз те, кто старое вспоминает, тем глаз вон. Еще один чеченский боец, Ильяс Якубов, сейчас находится под арестом. Он позволил себе выложить в Инстаграм видео под речь Шамиля Басаева. И сразу стал подозреваемым в оправдании терроризма. Вспоминать старое в Чечне можно либо самому Кадырову, либо с его разрешения. И Рамзан Ахматович, кстати, начал активно вспоминать. За неделю в Чечне появилось два новых батальона для войны в Украине. Один имени Шейха Мансура и второй имени Байсангура Биноевского. И в провоенных правых российских телеграм-каналах это произвело эффект, сравнимый с эффектом разрывавшейся бомбы на стадионе Грозного. Дело в том, что оба они, и Шейх Мансур, и Байсангур Биноевский, воевали против Российской империи за независимость Чечни. Шейх Мансур это религиозный и военно-политический лидер чеченских горцев. Он выступал за их независимость и распространение законов шариата на Северном Кавказе. Его взяли в плен во время русской-турецкой войны. В России Шейх Мансура приговорили к пожизненному заключению в Шлиссибургской крепости за возбуждение народа в гор против России и причинение большого ущерба империи. А сейчас бы впаяли сепаратизм и призывы к нарушению территориальной целостности России. Ну и Биноевский так вообще. Глава повстанческого отряда. Один из лидеров чеченского восстания 60-го года за независимость. После подавления восстания его повесили в Хасаверте. А в Кадыровской Чечне Байсангур, скорее всего, был бы ликвидирован при проведении контртеррористической операции. Дом его сравняли бы с землей. Ну а что Путин? Что федеральный центр? Где страх сепаратизма? Где травма полыхающего Кавказа? А не где? Нет ничего в пустоте чеченских гор, эхом разносится Дон, не находя ответа. Когда-то Кадыров можно все. Избивать людей в СИЗО, назначать руководителем батальона имени шейха Мансура Руслана Геремеева. Того самого, который считается организатором убийства Бориса Немцова. Ну тот, которого не смогли исследователи найти, потому что им двери не открыли. Друзья, спасибо, что смотрели это видео. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, расскажите о нас своим друзьям. Это поможет нам набрать новую аудиторию, стать больше. Еще больше людей таким образом узнают о тех важных вещах, которые мы рассказываем вам на этом канале. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. И спасибо, что остаетесь с нами и смотрите нас.